Букет цветов – худший подарок. Срезанный цветок символизирует смерть. Это хорошо знали наши предки и никогда не украшали помещение умирающими цветами. Кто же навязал нам традицию дарить розы, тюльпаны, гвоздики? И как международный цветочный бизнес влияет на геополитику? США, Небраска. Декабрь 2017-го. 23-летняя невеста едва не ослепла из-за свадебного букета, в который случайно попал ядовитый цветок. Ожог глаз оказался настолько серьезным, что весь день своей свадьбы девушка провела не с женихом и гостями, а в больнице. Отек сошел лишь спустя неделю. Таджикистан, Вахдад. Май 2016-го. Аромат роз, которые росли во дворе школы, стал причиной отравления 11 детей. Ученики сорвали цветы, принесли их в класс и тут же один за другим начали терять сознание. Пострадали и взрослые, в том числе сотрудник милиции, который пришел в школу, чтобы записать показания свидетелей. Россия. Уфа. Май 2017-го. Молодой человек убил девушку за отказ принять букет цветов. Отвергнутый поклонник нанес девушке 17 ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Какие еще беды могут вызвать срезанные цветы? И как торговля букетами превратилась в мощный инструмент геополитики? Кто нелегально въезжает в Россию вместе с тюльпанами? Это их работа находить потенциально опасный груз. Сколько на самом деле стоит цветок из теплицы? Накладно покупать розы. Почему нельзя принимать букеты от незнакомцев? Срезанные цветы могут только быть символом. Как цветы провоцируют массовые беспорядки? Практически такая бескровная произошла смена власти. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Он предсказал распад Советского Союза, операцию «Буря в пустыне» и войну в Сирии. Известный американский ясновидящий Дэнион Бринкли получил свой дар в результате удара молнии. Только для зрителей программы «Тайный Чапман» он поделился тайным знанием, открывшимся ему, когда Дэнион пережил клиническую смерть и словно со стороны наблюдал за своим бездыханным телом. Было растение. Моя подруга очень любила его. Оно стояло около дверей в прихожей. Оно мне никогда не нравилось и мешало. Но подруга о нем заботилась, поливала его. И когда я парил над этим миром и смотрел на все сверху, я понял, что это растение как бы следит за мной. Оно обратило свое внимание на меня. Так что же на самом деле представляют собой цветы и комнатные растения? Неужели они обладают сознанием и осуществляют какую-то тайную миссию? Кто поручил им наблюдать за нами? В Китае не принято дарить цветы, так как, по мнению жителей Поднебесной, срезанные цветы несут с собой энергию смерти. Так же считают и на Кубе. Срезанные цветы здесь можно увидеть исключительно на кладбищах. Японским невестам дарят только цветы в горшках, поскольку букеты срезанных цветов символизируют скорый распад брака. Не любила букеты и болгарская прорицательница Ванга. Она соглашалась принимать в подарок только цветы с корнями. Откуда же взялась эта привычка украшать жилище срезанными цветами? Неужели это результат целенаправленной работы маркетологов? Мы активно покупаем цветы, потому что это принято, это такая социальная роль. Раньше приносили какой-то кусок рога, бивня мамонта и так далее. Да, там женщине теперь приносят цветы. В природе цветы распускаются всего лишь раз в году. Но накачанные удобрениями в теплицах цветут круглый год. Получается, не спрос диктует предложение, а само изобилие товара провоцирует растущий спрос на букеты. Маркетологи создали такую красивую легенду, что цветы – это символ ваших чувств, символ ваших отношений. И все эту сказку проглотили. Традиция вручать невесте особым образом оформленный букет появилась только в 19 веке. Она родилась в Англии во время свадебной церемонии принца Альберта и королевы Виктории. Именно тогда невеста впервые в истории вместо душистых трав взяла в руки букет цветов. С тех пор цветов на свадьбах становится все больше, а браки заканчиваются разводами все чаще. Может быть, цветы – это совсем не то, что мы привыкли о них думать. Вот что говорит об этом ясновидящий Дэнион Брингли. Я видел его ауру, вокруг него была цветная аура, и вот это меня поразило. Можно понять, что растение – это не просто цветок. Когда-то оно было чем-то большим, чем просто растение. Возможно, наши предки тоже считали, что цветы – это новое воплощение человеческой души. Поэтому они относились к растениям куда бережнее, чем принято теперь. Откуда же взялась современная мода на букеты? В нашей жизни любой спрос, в принципе, создается искусственно. Хороший маркетинг, он позволяет продать все, что угодно. Здесь то же самое. Когда начали продавать цветы, выращенные специально для этого, усиленно рекламировали их. Да и сейчас по телевизору можно встретить рекламу флористических салонов. Однако убедить в том, что срезанные цветы – действительно прекрасный подарок, удалось далеко не всех. Срезанные цветы могут только быть символом. Они уже не несут свою собственную силу, страсть и образ, который сам цветок дает. Вы недолго сможете наслаждаться их красотой, потому что они погибают. Если верить эзотерикам, срезанные цветы несут в себе энергетику смерти. Но в них присутствует еще одно мистическое начало – дух насилия. Правда, распознать его удается не сразу. Революция рос в Грузии, революция тюльпанов в Киргизии, жасминовая революция в Тунисе. А началось все в 1974 году в Португалии. По легенде, девушка опустила гвоздику в ствол винтовки солдата. Вслед за ней дарить гвоздики военным начали и другие горожане. Но как людям с цветами удается свергнуть власть? Неужели это растение провоцирует бунты? Начало 21 века. Время революций, символом которых становятся цветы. Революция рос в Грузии, 2003 год. Тюльпановая революция в Киргизии, 2005. Васильковая революция в Беларуси, 2006. Сиреневая революция в Молдавии, 2009. Жасминовая революция в Тунисе, 2010. Цветок, символ любви, красоты и добрых намерений, стал прикрытием для бунта и кровопролитий. Саакашвили хотел показать, что его революция является революцией любви. Что он это делает из любви к своему народу и попытка создать не революционный настрой, а романтический настрой, который, в принципе, прикрыл бы все злодеяния. Поэтому здесь роза скорее символ некого лицемерного, властного тирана, который может показаться очень и очень привлекательным. Несмотря на мирную символику, итоги таких протестов способны открыть глаза даже самым наивным людям. Сменился режим шаварнадзе, пришел власти Саакашвили. Чем это закончилось, все прекрасно выясняют. Так почему же сторонникам Саакашвили, которые пришли захватывать грузинский парламент, так настойчиво раздавали цветы? Многие думают, что эти цветы имели какое-то напыление, что это приводило к каким-то галлюцинациям. Эксперты утверждают, во время арабских революций и украинского Майдана 2014 года многие участники акций протеста принимали мощные психостимуляторы. Так называемые таблетки ужаса превращают людей в бездушных роботов, которые убивают друг друга, не испытывая даже малейшей жалости. Именно воздействием этих средств можно объяснить бесчеловечные зверства террористов из запрещенной в России группировки ИГИЛ. По некоторым данным, производство подобных наркотиков было развернуто на Украине. Результат – эпидемия психозов среди участников Майдана. Люди потом даже будут вспоминать, боже мой, как я мог это допустить? А в тот момент они просто оказывались под воздействием психотрупного вещества. Но жертвой манипуляторов может стать любой человек, оказавшийся в эпицентре событий. Глотать таблетку вовсе не обязательно. Психостимулятор можно растворить в чае или добавить в печенье, а потом угостить вышедших на улицу людей. Особым порошком можно обработать цветы, которые раздают протестующим. Спецслужбы не раз прибегали к подобным приемам. Историки знают, что звезда немого кино «Вера Холодная» скончалась из-за букета отравленных лилий – подарка ее возлюбленного, французского консула, который заподозрил в актрисе большевистскую шпионку. В 1952 году жертвой ядовитого букета стала любимая актриса Сталина Любовь Орлова. Укол розы едва не стоил ей жизни. Спасти советскую кинозвезду смогли лишь после нескольких переливаний крови. Больше цветов от незнакомых людей актриса не принимала никогда. Человеку дарит букет, значит, приводило это все к отравлению, к летальному исходу. То есть можно понюхать, можно подержать в руках, через кожу, через обоняние поступает летальный исход. Поэтому действительно, наверное, спецслужбы и к этому моменту относятся достаточно трепетно и внимательно. Возможность управлять поведением человека с помощью запахов активно используют маркетологи. Против таких манипуляций мы бессильны по причинам чисто физиологическим. Когда мы чувствуем какой-то запах, что происходит? Молекулы попадают на рецепторы в носу, и после этого идет сигнал прямо в альфакторную луковицу. Из-за бонятельной луковицы сигнал перемещается в лимбическую систему, которая отвечает за наши эмоции, сон, память и половую сферу. Именно лимбическая система формирует эмоциональную реакцию на запах, а это влияет на наше состояние. Если распылять какие-либо запахи, связанные с позитивными эмоциями в супермаркетах, то, естественно, будет намного больше и люди покупать, и будут дольше находиться в торговом зале. И есть и обратная ситуация. Есть и истории черного пиара ночных клубов, когда распыляли плохие запахи неприятные, и люди не посещали эти ночные. Психическое состояние человека во многом зависит от запахов, которые он ощущает. Как правило, хорошему настроению способствуют запахи хвои или цитрусовых. Успокаивающие действия оказывают ароматы жасмина и ландыша. А вот запахи багульника или черемухи способны вызвать не только неприятные ощущения, но и сильную головную боль. Знания о том, как те или иные запахи влияют на поведение человека, используют не только на митингах или в торговых центрах, но и во время совещаний или деловых переговоров. Когда есть какой-то запах, человек может быть более внимательным. Есть запахи более стимулирующие, они не позволят людям заснуть на длительных совещаниях. Как цветоводы раздули первый в мире финансовый пузырь? И что связывает Сицилию и Голландию? Смотрите далее. Букет возмездия. Кто делает цветы орудием убийства? История отравлений, в общем-то, сопровождает всю историю цивилизации. Живое сокровище. Сколько стоит луковица черного тюльпана? Людей это было просто чудом. Туда и обратно. Как цветы из Эквадора попадают в Россию? Все происходит очень быстро и мгновенно. Цветы воздействуют на людей не только тем, что испускают ароматы. Цветы могут повлиять на нас за счет просто внешнего вида. То есть какой-то букет может показаться, вот именно комплект более агрессивным, потому что более агрессивная цветовая гамма. То есть более раздражающие или депрессивные цвета. Там фиолетовый, ярко-красный или ярко-желтый. Или могут быть наоборот более успокаивающие. Упокаивающие. Цвета зеленого, какой-то белый, розовый и так далее. За счет эмоциональной окраски, связанной с оценкой нами цвета. Красные гвоздики, ставшие символом революции, происходивших в прошлые столетия, одинаково воспринимаются в самых разных странах. Борьба, революция, сопротивление. Французская революция. Девушки провожали своих юношей на войну. Были приколоты большие цветки гвоздик, символизирующие, что они победят и вернутся с победой. Учреждая орден почетного легиона, Наполеон выбрал для его ленты цвет красной гвоздики. Особое значение этот цветок приобрел в России. Красная гвоздика – это символ отваги. Это символ крови, воинского подвига, подвига наших дедов, отцов. Кто и как именно выбирает цветочные символы для революции 21 века? Мнение экспертов расходится. Кто-то считает, что выбор связан с местными традициями. Другие уверены, что запрограммировать сознание протестующих можно на любой цветок. К примеру, василек считается национальным символом в Эстонии, а васильковую революцию пытались устроить в Беларуси. Скорее всего, правы те, кто думает, что для глобальных корпораций, которые стоят за управляемым хаосом, нет разницы, какую эмблему предложить митингующим. Ведущие мировые державы закупают основную массу срезанных цветов за рубежом. И это несмотря на то, что цветоводы уже не раз обращались к своим правительствам с просьбой ограничить цветочный импорт. Кто контролирует этот огромный рынок? Цветочный бизнес входит в пятерку самых прибыльных видов бизнеса в мире. Срезанные цветы востребованы в любое время года. Их дарят на свадьбы и похороны, праздники и будни. Объем российского рынка срезанных цветов составляет порядка 2,5 миллиарда рублей в год. Это около полутора миллиарда штук цветов. Даже кризис не заставил нас покупать цветы реже. В 17 веке Голландия охватила тюльпаномания. Так исследователи называют первой в истории нового времени биржевой пузырь. Как это часто бывает в мире больших денег, причиной ажитации стали ничем не подкрепленные слухи. Удалось раздуть вот этот мыльный пузырь на слухи о том, что тот, кому удастся вырастить черный тюльпан, получится штукольденов золотом. Это нереальные деньги, это фантастическое состояние. Это как золотая лихорадка в Аляске, наверное. Луковицы тюльпанов превратились в подобие лотерейных билетов. Цены на них стремительно росли. Маленькая, но очень богатая в то время страна просто заболела тюльпаноманией. Начал развиваться бизнес по продаже и перепродаже луковиц. В этот бизнес головой окунулись практически все. Девушка, приданная которой состояла из луковицы тюльпана, считалась богатой невестой. В музее Амстердама выставлена плита, надпись на которой гласит, что в 1634 году два каменных дома были куплены за три луковицы тюльпана. По легенде, матрос, который перепутал клубень тюльпана с обычной луковицей и съел его на обед, был обвинен в уголовном преступлении и на полгода посажен в тюрьму. Люди продавали, закладывали свое имущество и вкладывали все в торговлю луковицами тюльпана. Но главная проблема цветоводов в те годы таилась даже не в стоимости луковиц. Невозможно было угадать не только цвет будущего тюльпана, но и то, сколько времени понадобится ему для того, чтобы зацвести. Может распуститься на второй, а может и на пятый год, может быть желтым, может быть белым, может быть красным, может быть с крапинками. Долго не удавалось выяснить, что именно становится причиной появления у тюльпанов пестрых листьев. Селекционеры постоянно выводили новые сорта. Тюльпан очень хорошо мутирует, он способен к мутации, и, например, за несколько поколений получается совершенно новый цветок, который невозможно сравнить с тем, что было ранее. Сейчас мы знаем, что это вирус, но тогда для людей это было просто чудом. Продавать луковицы тюльпана можно только летом и ранней осенью. В другое время года они должны находиться в грунте. Именно поэтому в Голландии открылись первые в мире фьючерсные торги, позволявшие заключать контракты не на реальный товар, а на будущие поставки. Сами голландцы называли такие сделки торговлей воздухом. Чем-то это напоминало современные финансовые пирамиды. Многие закладывали свои дома, имения, в надежде, что когда у них вырастет черный тюльпан, их все затраты окупятся, и они будут сказочно богаты. Но все прекрасно знают историю, и окончилась эта пирамида, и вот эта гонка за черным тюльпаном закончилась неудачей, но при этом она озолотила достаточно большое количество коммерсантов именно голландского происхождения. В те годы популярным сюжетом картин становится изображение простаков-спекулянтов. Голландский живописец Гендрик Потт написал свою знаменитую колесницу Флоры. Богиня цветов и ее праздные спутники, наряженные в колпаки с тюльпанами вместо ушей, катятся прямиком в пучину вод, а за повозкой бредут забросившие свои инструменты ремесленники, прельстившиеся возможностью легкой наживы. Летом 1636 года к торговле тюльпанами на бирже подключились уже практически все, все, кому не лень. Начал надуваться пузырь, это было осенью того же года. И 3 февраля 1637 года этот пузырь лопнул. Просто настал такой момент, когда пришло время расплачиваться по контрактам, поставлять приобретенные ранее луковицы, а их было продано столько, сколько просто не могло существовать. Итогом тюльпанамании стала буржуазная революция, устроенная нажившимися на кризисе финансистами. Власть денег в стране еще больше укрепилась. Был образован вот этот первоначальный капитал, который опять был вложен в производство, в земли, в сельхозугодие, и так далее, и так далее. То есть Голландия начала отвоевывать берега у океана, потихонечку-потихонечку эти плантации стали наступать. В итоге Голландия за короткий срок превратилась в мощную державу, одного из главных игроков на тогдашней политической арене. Цель буржуазии была заработать как можно больше денег, и либерализация вообще всех законов, в том числе законов о торговле, она способствовала дальнейшему развитию вообще и торговли, и в частности цветочного бизнеса в Голландии. Однако в основе процветания этой страны лежит не только торговля цветами. Голландия вела жесткую, если не сказать агрессивную, колониальную политику. Большое количество стран на земель находилось под контролем Голландии. Голландия знаменита своими мореплавателями. Именно они открыли Новую Зеландию, Австралию и основали Нью-Йорк, который сначала назывался Новым Амстердамом. Русский царь Петр I учился кораблестроению именно у голландцев. Наличие хорошего флота вообще снискало и Амстердам, и Голландии репутацию такого торгового всемирного центра, через который проходили все торговые пути. Можно было в любую точку мира из Амстердама отправиться на любом из кораблей. Не менее знаменита Голландия и своими пиратами, которые промышляли по всему Карибскому морю и Индийскому океану. Голландия – одна из первых стран, которая действительно захватывала колонии, как самые активные мореплаватели, дальше всех плавали, больше захватывали. Естественно, очень много было у Голландии колоний в Африке. И один из известных фактов – это работорговля. Рассвет работорговли пришелся на первую половину 17 века. Плантаторам в Америке были нужны все новые и новые рабы. Это связано с появлением крупных торговых конгломератов в Голландии, Франции и Англии. В 1621 году появилась голландская Вест-Индская компания, которая получила право к колонизации и монопольной торговле в Америке и Западной Африке. Компания захватила значительные районы Бразилии, часть Вест-Индских островов и восточного побережья Северной Америки. Всего за три года голландцы ввезли в Бразилию 15 тысяч африканцев. Именно в результате работорговли в Голландии и появились чернокожие купцы – бывшие рабы, сумевшие заплатить за себя выкуп. Те самые, которые и распустили слух о сказочном вознаграждении за черный тюльпан, спровоцировавший тюльпановую лихорадку. История развивалась таким образом, что Голландия гостеприимно открывала свои ворота всем религиозным конфессиям, и иудеям, и протестантам, и всем религиям, которые есть, лишь бы платили налоги. И, соответственно, деньги текли рекой, эти деньги шли на освоение новых территорий, на строительство флота, на захват новых колоний, на развитие промышленности, на привлечение новой рабсилы. Эти деньги Голландия сумела не только сохранить, но и приумножить. Нидерланды входят в первую пятерку мировых инвесторов за рубежом, инвестируют ежегодно порядка полутриллиона долларов, и также они входят в четверку лидеров Евросоюза экономических. А главное, сегодня Голландия знаменита своей цветочной биржей, на которой продается больше половины срезанных во всем мире цветов. Это большой кооператив, в который входит более 5000 предприятий, производителей цветов. Он, в принципе, может вступить в любой производитель, но есть условия продавать свою продукцию исключительно через этот аукцион. Мало кто знает, что на территории самой Голландии выращивается лишь небольшая часть цветов, которые эта страна импортирует. Все завязано на Голландию. Логистика построена таким образом, что из Эквадора, из Израиля, из Кении поступают цветы туда, и оттуда уже распределяются, продаются и вывозятся в другие страны мира, в том числе и Россию. Ситуация начала меняться лишь после того, как наша страна приняла меры в ответ на антироссийские санкции. Однако полностью отказаться от импортных цветов мы пока что не можем. Данный бизнес, он, к сожалению, в России не имеет тех производственных оборотов, которые необходимы для того, чтобы это вот работало на полную мощность, на полную катушку. Это по-прежнему инициатива некоторых бизнесменов, предпринимателей, иногда очень небедных и богатых, иногда людей, которые начинают это делать своими силами на свой страх и риск, не имея никакого административного ресурса. Сегодня государство компенсирует лишь часть затрат, связанных с постройкой теплиц для овощей и грибов. Но есть надежда, что в ближайшее время поддержку получат и те предприниматели, которые занимаются выращиванием цветов. Новые технологии требуют крупных финансовых вложений. Как и трупы людей, срезанные цветы хранятся в моргах. Холод помогает оптовым продавцам сберечь их товарный вид. А вот розничные продавцы используют другие уловки. Они добавляют в воду лимонную кислоту, водку и даже средства для мытья посуды. После продажи такие букеты увядают буквально через несколько часов. Специалисты разработали целую технологию, позволяющую цветам выдерживать многочасовые перелеты. Цветок, после того, как он загружается в самолет, за время полета 10-12 часов он нагревается. Если его правильно не охладить в Голландии, то он просто не доедет до России. Или приедет очень некачественно в виде. Поэтому в Голландии есть определенная процедура, она называется прикулинг. Вакуумное охлаждение цветка. Для поставки в Голландию цветок тоже готовят особым образом. Его на сутки помещают в специальный раствор. Это позволяет дольше сохранять цветок свежим. Цветок наполняется определенным количеством влаги, с определенными химикатами, которые, с одной стороны, позволяют смыть все бактерии, которые есть на этих цветах. Потенциальные проблемы после этой процедуры гидрозации должны убраться. После этого цветок высушивается, проветривается, запаковывается в коробки, отправляется в аэропорт. Голландская цветочная биржа занимает территорию по площади такую же, как 400 футбольных полей. Сделки осуществляются с фантастической скоростью. Все происходит очень быстро и мгновенно. Огромная логистика, когда цветы сначала поступают на территорию Голландии, продаются, покупаются, а потом развозятся по всем странам мира. Уже вечером того же дня покупатель в России может приобрести букет цветов, которые еще утром были выставлены на аукцион в Голландии. Вся партия продается за несколько минут. Огромные терминалы с охладительными машинами, которые обеспечивают сохранность данных цветов. Скоростные электрокары, которые не загрязняют воздух и не отравляют цветы. Это империя, которая создавалась столетия. Трейдеры цветочной биржи сидят за столами, расположенными амфитеатром вокруг часов, стрелка которых движется в обратную сторону от максимальной цены к минимальной. Перед трейдерами по конвейеру проходят лоты партии цветов. Выбрав оптимальную цену на нужный ему лот, трейдер просто нажимает на кнопку. Покупка оформляется за 15 минут, а партия цветов поступает к трейдеру в течение часа. Просто, быстро, доступно. Посетить цветочную биржу может каждый. Достаточно демократичное образование, не как, скажем так, биржа алмазов, куда даже физически не может зайти любой другой посторонний человек. Есть туристический вход, можно делать фотографии, снимать, задавать вопросы. Платится отдельный билет, тоже по очень демократичной цене. Розничные продавцы цветов пускаются на самые разные уловки, лишь бы придать своему скоропортящемуся товару вид свежего. Чтобы начавшие увидать цветы, протянули еще хотя бы пару дней, в воду добавляют сахар или аспирин. Опытные торговцы не советуют покупать готовые букеты. Их, как правило, составляют из увядших цветов, отвлекая внимание покупателя красивой упаковкой. В некоторых случаях увядшие цветы даже красят краской. Есть и более хитрые приемы. Например, чтобы тюльпан не распустился, нужно взять иголку и проколоть степель, вот как бы так крест-накрест в двух местах, прямо буквально около цветка. И он, в конце концов, засохнет прямо буквально вот в бутоне, не распустившись. Но тем самым показывает, что он еще более-менее свежий. Его можно продать. Отличить подобные тюльпаны от неповрежденных практически невозможно. А вот увидеть резинки, которыми зафиксированы бутоны, можно сразу. Покупать такие цветы не стоит. Едва резинки будут сняты, тюльпаны не только сразу распустятся, но и мгновенно осыплются. Умереть от яда может любой россиянин. Борщевик Сосновского быстро распространился по всей России. И теперь его огромные зонтичные побеги можно встретить даже в крупных городах. Некоторые флористы используют борщевик в своих композициях, хотя сок этого растения вызывает слепоту и даже смерть. По легенде, могучий Геракл погиб из-за яда борщевика. В последнее время в моду входят свадебные торты, украшенные живыми цветами. Однако флористы уверяют, такое лакомство может быть крайне опасно, даже если стебель цветка обернут пленкой. Ведь химической обработке подвергается не только стебель, но и бутон. Кроме того, у гостей может оказаться аллергия на пыльцу, что сделает такое угощение еще более ядовитым. Даже известный дизайнер Престон Бейли, прославившийся цветочным оформлением свадеб, уверен, что лучшим украшением для торта являются не живые, а сахарные цветы, созданные кондитерами. Смотрите далее. Розы и морозы. Как нас обманывают продавцы букетов? Есть специальные препараты, которые консервируют цветок. Роковой аромат. Какие цветы нельзя дарить любимой женщине? Утром есть шанс и не проснуться. И кто устанавливает цены на букеты? Версия, что именно мафия создала цветочный спрос. Один из флористических магазинов Лондона начал продавать обычные палки, собранные в расположенном неподалеку парке. Фотография букета, составленного из деревяшек и пустых банок из подворения, вызвала в социальных сетях целую бурю шуток. Как ни странно, такие образцы флористики пользуются спросом и хорошо раскупаются, несмотря на высокую цену – 18 фунтов стерлингов. По мнению одной из покупательниц, палки стали прекрасным украшением ее дома. В России придерживаются более консервативных вкусов. Но денег на букеты тоже не жалеют. Каждый букет цветов в среднем стоит до 1000 рублей. То есть это огромные деньги. Я уже не говорю про то, что у нас в течение года есть огромное количество праздников. Для большинства россиян цветочный бум наступает 8 марта. Разноцветные тюльпаны, элегантные розы, традиционные мимозы и сотни других цветов в этот день пользуются особым спросом. Кто-то предпочитает купить букет по дороге с работы, а кто-то отправляется на рынок, надеясь и сэкономить, и найти для любимой самый необыкновенный подарок. Всего за один день торговцам удается получить месячную прибыль. К примеру, продавцы цветов в одной только Московской области заработали за 8 марта 430 миллионов рублей. Это на 100 миллионов больше, чем в 2017 году. Накануне праздника продажи выросли на 17%. Один букет обошелся покупателю в среднем в 600 рублей. Реализовать все цветы, которые были закуплены к празднику, продавцам удается далеко не всегда. Здесь в дело вновь вступают флористы, которые за бесценок скупают вялые остатки, чтобы выдать их за оригинальные и свежие букеты. В ход идет все. Испачканные листья обрывают, истрепанные стебли обрезают, а увядшие цветы подкрашивают. Обломанные бутоны используют для украшения коробочек со сластями. Непроданные мелкие цветы добавляются в букет вместе с крупными, придавая ему более внушительный вид и позволяя увеличить цену. Упаковочная бумага и ленты завершают дело. И вот уже дорогой подарок ждет своего покупателя, которому никто не расскажет, что цветы, использованные для этого букета, не выбросили только из-за жадности продавца. Потраченных денег, конечно, жалко. Но одними затратами дело может не ограничиться. Кто знает, какой будет реакция организма на обработанные химией, да еще и покрашенные краской цветы. Вы с утра встанете не просто с головной болью, а разбитыми и нежеланием порой жить, если вы до этого были в неком субдепрессивном состоянии. Поэтому будьте осторожны и узнавайте, как сделаны цветы. Нередко девушки засушивают букеты, чтобы сохранить память о подарившем их человеке. Эзотерики утверждают, такие цветы несут в себе энергетику смерти. У врачей есть свои аргументы против подобных украшений интерьера. Это такой комплект для сбора пыли, цветок. Зачастую не может просто засохнуть, произойдет их разложение, может быть, какие-то вещества выделятся, может и плесень образоваться. Поэтому необходимо лучше или покупать готовые засушенные цветы, которые в специальных термопечах доведены до нужного состояния. С еще большей осторожностью необходимо относиться к выбору букетов для спальни. У магнолия очень сильный яркий аромат, который чудесно можно почувствовать, если вы гуляете возле деревьев цветущей магнолии, и мы можем наслаждаться в ботанических садах или на юге России. Но если вы вдруг захотите порадовать близких и сорвете эту веточку и принесете домой, а особенно поставите в спальне, где вы ночуете, то утром есть шанс и не проснуться. Не стоит ставить в спальни и букеты мимозы. Все знают, что этот цветок считается символом весны. Но мало кому известно, что он выделяет в воздух вещества, вызывающие выпадение волос. Турманящим ароматом обладают орхидеи. Этот запах особенно усиливается в ночное время. Будучи классическим цветком-вампиром, орхидея ценится исключительно высоко. За некоторые экземпляры платят поистине астрономические суммы. Цветок орхидеи за 16 миллионов рублей. И это не предел. Роза Джульетты, над которой английский селекционер бился 15 лет, стоит 15 миллионов долларов. Это самый дорогой цветок на Земле. А вот цветок растений семейства кактусовых, известный под именем «Царица ночи», бесценен в прямом смысле этого слова. Купить его невозможно, потому что бутон раскрывается всего на несколько часов. А вот на обычные цветы цены можно просчитать с точностью до рубля, учитывая возможные риски. К примеру, заранее можно предвидеть, что больше половины цветов продано не будет. Этот бизнес, он организован так, что они готовы потерять целую партию цветов, чтобы она улетела в мусорный бак, но только чтобы не падали цены. Тогда вот за счет тех высоких цен, которые есть на те цветы, которые покупаются, они перекрывают все эти издержки и затраты, которые есть. Цена на срезанный цветок формируется, исходя из длины стебля, размера бутона, стоимости доставки и комиссии поставщика. С момента покупки на аукционе и до оптовой перепродажи в России она вырастает примерно в 4 раза. В розничной продаже цена одного цветка вырастает более чем в 10 раз. Таким образом, на аукционе в Голландии одна роза в переводе на наши деньги стоит в среднем 15 рублей, а российскому покупателю этот цветок обходится примерно в 170 рублей. Каждый месяц в Москву завозят цветов более чем на 10 миллионов долларов. Несмотря на климатические и финансовые сложности, свою продукцию на рынке начинают поставлять и российские хозяйства. Еще недавно на российском рынке доминировали цветы исключительно из Голландии, но сейчас потихонечку наше производство поднимается, потому что это дешевле для конечного потребителя, не надо везти издалека самолетом. Как говорят эксперты, положение меняется к лучшему. Есть все основания надеяться, что это устойчивая тенденция. В России есть потенциал на ведущих ролях выступать в части производства цветов. Вспомним советский опыт. В те годы в каждом климатическом поясе страны были созданы профильные совхозы. И никакого цветочного дефицита. Возможно, теперь у нас наконец снова появится шанс увидеть на прилавках по-настоящему свежесрезанные цветы, избежавшие многочасовых перелетов и заморозки. Крупнейший цветочный аукцион Голландии Royal Flora Holland потряс грандиозный скандал. Флорист Винченцо Круппи, поставлявший цветы в Италию, оказался членом калабрийской мафиозной группировки. Он не только участвовал в организации наркотрафика, но и торговал ворованными товарами. И это лишь видимая часть многолетней связи мафии и голландских цветочных бирж. С давних пор Голландия поддерживает любые виды торговли. И всех купцов, независимо от происхождения и цвета кожи, лишь бы налоги платили. Такая открытость приносит стране немало проблем. В нулевых годах в Нидерландах арестовали верхушку итальянской мафии, которая как раз контролировала наркотрафик в Европу из Колумбии, который проходил через порт Роттердам. Как удалось замять крупнейший скандал и чем связаны друг с другом цветы и наркотики? Смотрите далее. Под прикрытием. Как Голландия стала землей, обетованной для итальянской мафии? Что же можно везти из Колумбии через этот порт в Европу? И почему Интерпол оказался бессилен? Вместе с ними пришло оружие, вместе с ними пришли наркотики. Что за свадьба без цветов? Сколько стоит самый дорогой букет невесты? Невозможно представить, какой стоял аромат, какой был запах. Расцвет голландской цветочной биржи совпадает с приходом в Голландию итальянской мафии. Вместе с ними пришло оружие, вместе с ними пришли наркотики, вместе с ними пришли гангстерские войны, преступность, мафия, коррупция. Есть еще одна организация, появившаяся в стране именно в то же время. 18 февраля 1948 года был основан Международный совет военного спорта, куда помимо Голландии вошли Бельгия, Дания, Франция и Люксембург. Сегодня совет включает уже 136 стран, проводит всемирные военные игры и считается самой влиятельной спортивной организацией в мире после Международного олимпийского комитета. По сути, Международный совет военного спорта был призван мобилизовать оставшихся неудел военных. Надо вспомнить, что тогда происходило вообще в мире. После войны в Европе и на других континентах было очень много невостребованных оставных военных. Их, по большому счету, собрали в лагерях, где тренировали. Сейчас мы бы это назвали базой боевиков тренировочной. Кстати, интересно, в тот момент Нидерланды в куларах называли европейской тортугой. Напомним, Тартуга – это остров в Карибском море, который в 17 веке считался главным центром пиратства. Так неужели история повторяется? И в середине 20 века Голландия вела бизнес в духе флебуськеров. Предположим, что сотрудничество мафиози заправил цветочные биржи и отставных военных – реальный факт. Тогда логистика, предполагающая, что цветы со всего мира свозят в Голландию, а затем транспортируют в разные государства, уже не кажется такой нелепой. Тонны скоропортящегося товара, который не может долго ждать на таможне. Максимально надежное прикрытие. Если говорить об истории мафии на Сицилии, это жаркая страна, где много растет цветов. И когда прекратился наркотрафик, связанный со специями из азиатских стран, как раз первое, на что мафиози обратили внимание, это на возможность замаскировать наркотрафик под цветами. Кроме того, сами голландцы вполне терпимо относятся к любым слабостям и порокам. В этом же доме, где находятся красные фонари и витрины, может находиться детский сад, и я сам это видел, буквально в 30 метрах, вот этот памятник работнице тяжелого труда. Или, как у нас говорят сегодня, современным русским языком, женщина с пониженной социальной ответственностью. Голландия с ее либеральными законами просто не могла не заинтересовать мафиози. Голландия является перевалочным пунктом, туда много чего поставляет. И не удивлюсь, если одним из каналов поставки наркотиков на территорию сегодняшней России является путь из Голландии. Несмотря на толерантность, от граждан в Голландии требуют строго соблюдать правила общественного порядка. Эмигранты, которым в Голландии выписывают крупный штраф, нередко из-за этого не могут получить вид на жительство. Зато для крупных коммерческих структур действуют совсем другие правила. Эта страна с самым либеральным законодательством в Евросоюзе. Поэтому страны, которые там находятся, держат свои штаб-квартиры, они этим самым уходят от тех рисков, которые есть на сегодняшний день в Евросоюзе при следовании по закону. То есть если вы нарушаете какой-то закон, то в Голландии, скорее всего, это норма. Полицейские, расследующие преступления итальянских мафиозных группировок, утверждают, что крупнейший в мире цветочный рынок в Алсмере, находящийся рядом с аэропортом Амстердама и в часе езды от Роттердамского порта, идеальное место для торговли наркотиками, поставляемыми из Южной Америки. Неудивительно, что Интерпол зачастую оказывается бессилен против такого мощного финансово-криминального союза. Версия, что именно мафия создала цветочный спрос такого уровня в мире, например, даже США приобретают цветы исключительно в Нидерландах. И местные производители цветов пытаются перебороть эту ситуацию, но у них ничего не уходит. Но цветочный бизнес не только слился с мафиозными структурами. Он в полной мере использует возможности, которые предоставляют уникальный статус голландского государства. В Голландии находятся штаб-квартиры нескольких международных организаций. Общество фонда для сырьевых товаров, Международного суда ООН, Международного финансового трибунала, головной офис компании «Гринпис», а также штаб-квартиры многих крупнейших коммерческих транснациональных компаний. Где штаб-квартира, там руководство. Где руководство, там семья. Где семья, там и болевая точка. И тут давайте подумаем, а почему же у цветочной мафии такое сильное политическое лобби? Может быть, это все взаимосвязано? Так кто же сегодня реально правит миром? Страны, которые играют мускулами и называют себя супердержавами? Или маленькая Голландия, у которой есть такие мощные рычаги, как организованная преступность, крупный капитал и коррумпированные чиновники международных организаций? Белые розы, орхидея и лилия, прикрепленные к корню столетнего фикуса. Казалось бы, ничего особенного. Почему же этот букет невесты стал самым дорогим за всю историю? Его ценность в рубинах и алмазах, которые украшают букет, подобно капелькам росы. За эту композицию заказчик заплатил 120 тысяч долларов. В России букет невесты в среднем стоит около трех тысяч рублей. А вот звездные пары словно негласно соревнуются, кто больше потратит денег на цветы. Цветочное украшение свадьбы телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова обошлось в 2 миллиона рублей. Семейная жизнь пары не сложилась. Но зато новый поклонник Ольги, как утверждают СМИ, уже успел подарить возлюбленной целый грузовик цветов. 33 букета по 100 рос каждый. Не отстают от западных дизайнеров и наши флористы, которые удивляют своим мастерством даже самых требовательных заказчиков. Мы сделали свадьбу, в которой использовали 50 тысяч пионов. И там была 14-метровая стена, только стена из пионов. Невозможно представить, какой стоял аромат, какой был запах. Жених сказал, вы знаете, я вообще, когда вы мне рассказывали, я не представлял, что это так будет. Но он говорит, я же просто отдал деньги, а получил чудо. В разных странах с цветами связано множество примет и суеверий, которые нередко противоречат друг другу. Хоризонтема, особенно белая хоризонтема, является очень разнообразным символом. Большей частью она символизирует спокойствие, тоже власть, могущество. Например, в Японии это национальный цветок. А в Китае белая хоризонтема является символом скорби и символом тоски. Современные технологии позволяют получить цветы самой разнообразной окраски. К примеру, в интернет-магазине сегодня можно легко заказать букет искусно покрашенных черных роз. Но все же сначала подумайте, не напугает ли такой подарок получателя? Каких бы чудес не добивались селекционеры, им все равно не удастся получить тот же результат, который легко достается химикам. Невероятно, но уникальную разноцветную розу, о которой мечтает каждая девушка, красят в процессе роста, добавляя в стебель пигменты. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.